В прошлый раз мы разобрались с дуальностью Стоуна, и сейчас фактически начинается последний блок, посвященный алгебраической семантике для некоторых неклассических логик. Но прежде чем говорить об алгебраической семантике, мы все-таки вкратце отчасти вспомним новым материалом. В общем, будет напоминание того, что такое классическая логика, что такое интуиционистская логика, что такое модальная классическая логика и как выглядит не алгебраическая, а так называемая революционная семантика для них, также известная как семантика крипки и семантика возможных миров. Это три синонима. Революционная семантика, отношение, семантика крипки или семантика возможных миров. Ну, сначала чуть-чуть про классическую логику. Тут у нас стандартная оценочная семантика будет. Мы считаем, что классическая логика рассматривается вот в таком языке, то есть у нас вот такие вот связки. Ну, нам просто удобно так будет, потому что эти же символы являются сигнатурными символами для языка булевых албингов. Ну, интуитивно нолик – это ложь, единичка – это истина, дальше есть конъюнция, дизинция, отрицание. Ну, а импликацию мы будем понимать как сокращение, то есть каждый раз, когда я вот так пишу, то это будет означать не фи или пси. Вот. Так вот, договоримся. Можно было бы, наоборот, импликацию брать в качестве примитивного символа, нолик – единичек, потом там, например, определять, но вот мы будем придерживаться такого возможности, чтобы не переключаться между языками десять раз. Ну, стандартное гильбертовское исчисление для классической логики, оно основывается на следующих схемах аксиом. Ну, здесь я их просто вкратце напоминаю. Напоминаю, значит, первые две аксиомы для импликации – это такие довольно специфичные аксиомы, которые, значит, при условии, что единственным вашим правилом вывода является modus ponens, если в системе есть вот эти аксиомы, а единственное правило вывода – это modus ponens, то имеет место теорема редукции. Это довольно легко показать, поэтому можно сразу говорить, что для всех таких систем имеет место теорема редукции. Вот. Ну, смысл первой аксиомы, он более-менее очевидный, если мы, вот, опять же, держим в голове, что у нас единственным правилом будет modus ponens. То есть правило у нас будет вот такое. Получается, что мы умеем делать? Вот если у нас есть какая-то импликация, и мы доказали посылку этой импликации, мы посылку можем сократить и вывести ее заключение. Получается, как у нас разные аксиомы применяются? Ну, очень просто. Мы выписываем какую-то аксиому, посылку мы в ней уже доказали, посылку сокращаем, соответственно, из вот этого мы можем вывести вот это. Понятный смысл. Значит, что тут произошло? Ну, получается, что из FI можно вывести FI стрелка FI, то есть можно добавить лишнюю посылку, ввести дополнительную посылку. Ну, как бы, в каком-то смысле это соответствует монотонности. Значит, вторая аксиома. Ну, тут опять же все это в виде вложенной импликации. Значит, вот есть как бы первая посылка, потом, когда вы ее сокращаете, у вас посылкой станет вот такая штука. Ну, а тут можно еще вот эту вещь выделить, но давайте пока не будем. Значит, что получается? У вас есть FI стрелка PSI стрелка θ и есть FI стрелка PSI. Тогда есть FI стрелка θ. То есть что это такое? Это просто modus ponens с дополнительной посылкой FI, которая везде приписана, и вот все это, значит, запихали в одну большую импликативную форму. Понятно, да? Вот. Дальше у нас имеется три аксиомы. Ну, три схемы аксиома. Ну, схема – это означает, что вместо FI и FI можно здесь подставлять произвольную форму. Значит, у нас есть три схемы аксиома для конъюнкции. Ну, первые две, они в каком-то смысле соответствуют тому, что в исчислении естественной редукции называется удаление конъюнкции. Да. Ну, почему? Потому что у вас вот конъюнкция была, ну, на самом внешнем уровне, может быть, она там еще внутри где-то была. Ну, вот вы удаляете эту конъюнкцию на внешнем уровне, то есть удаляете главную связку, ну, и оставляете, ну, либо левый конъюнк, либо правый конъюнк. Да, так что у вас есть левое удаление, там правое удаление. Это C1, C2. А C3 – это, соответственно, введение конъюнкции. То есть если вы уже доказали FI и доказали PSI, то тогда можно взять и доказать FI и PSI. Дальше у вас имеется три схемы аксиом для дизъюнкции. Первые две – это введение дизъюнкции. Ну, и третье, в некотором смысле, это удаление дизъюнкции, хотя тут оно довольно специфично записано. То есть вы знаете, что θ следует из FI, знаете, что θ следует из PSI и знаете, что есть FI или PSI. Ну, тогда есть θ, безусловно, уже. Вот такая вещь. Вот, ну, это все довольно стандартная вещь. Дальше у вас есть аксиомы для отрицания. Ну, аксиомы для отрицания, они в разных системах выглядят по-разному. Первые две аксиомы для отрицания, то есть вот это и вот это, они более-менее стандартные, а третья – не очень. Значит, ну, первые две стандартные в том смысле, что они входят и в систему для интуиционистской логики, если в интуиционистской логике, значит, имеется отрицание. То есть там можно формулировать ее с отрицанием, можно с константой от. Вот, смысл первой аксиомы какой? Ну, первая схема аксиом. Значит, если я из фи вывел противоречие, то есть из фи вывел какую-то пси, из фи вывел какую-то, ну, вывел не пси для той же самой пси, то тогда я говорю, ну, значит, мое предположение фи неверное и имеет место не фи. Так? Вот. Обращаю ваше внимание, что я не снимаю отрицание, да, то есть это именно введение отрицания. Чтобы доказать отрицание, надо свести к противоречию. То есть доказательство отрицания означает сведение от противоречия. Вот если бы я тут написал что-нибудь такое, не, не, а тут вот так, то это было бы доказательство от противного. То есть я из не фи вывел противоречие, и тогда говорю, ну, значит, по идее нужно сказать не, не фи, а потом двойное вместное. Вот. И это намного более сильная вещь. На самом деле из этой вещи доказываются N1, N2, N3. Забавное упражнение. Вот. Вот. Но тут нечто намного более слабое – это введение отрицания. Вот. Дальше говорится, что противоречие влечет все, что угодно. То есть из не фи и фи следует пси. Вот. Ну, тут посылки в таком порядке. Просто чтобы из не фи можно было вывести вот такую вещь. Ну, по модулю теоремы дедукции без разницы в таком порядке по ссылке. А вот что касается третьей аксиомы для отрицания, то в классической логике ее записывают по-разному. Ну, например, в курсах МГУ нередко вместо нее пишут вот такую штуку. Ни-ни-фи из трех фи. Вот. Ну, то есть это вот как бы можно написать N3 штрих. Без разницы брать N3 или N3 штрих, в результате, когда вы дедуктивно замкнете, получится одна и та же система. То есть вы можете… Ну, вот эту штуку можно назвать закон исключенного третьего, хотя это не очень удачное название. А это можно назвать снятие двойного отрицания. Ну, снятие двойного отрицания – это понятно, а закон исключенного третьего – ну, непонятно, почему он так называется. То есть смысл-то примерно такой, что у вас верно всегда фи или верно не фи, но интуитивно, если бы у меня не было N2, и я бы допускал какие-то противоречия, естественно, в языке иногда возникают какие-то интуитивные противоречия, но они не влекутся в что угодно, то получается, что название закон исключенного третьего, оно не совсем хорошее, потому что на самом деле гипотетически вроде как возможно три ситуации. Это ситуация, когда у вас утверждение истина, когда оно ложно, когда оно истинно и ложно, ну и когда и ни то, ни другое. Вот можно было бы так говорить и иметь систему, в которой такая интерпретация используется. Вот N3 говорит, что вот этой ситуации невозможно, а противоречия, в принципе, она не запрещает. Значит, чем хороша аксиома N3? Ну, она хороша тем, что если ее использовать вместе с D3, то можно вот так вот вещи, вот таким образом рассуждать разбором случаев. То есть вы говорите, пусть FI, тогда чего-нибудь, пусть N3, тогда чего-нибудь. Ну, значит, FI следует, это чего-нибудь, FI, если у нас есть, мы его сокращаем, но все, доказать. Разбором случаев. То есть фактически это означает, что вы сначала там нолик подставили, потом единичку и посмотрели, что все хорошо. Значит, аксиома для лжи. Единственное, из лжи следует все, что угодно. То есть это как бы наименьший элемент. То есть если вы стрелку воспринимаете как меньше или равно, то 0 – это наименьший элемент. Ну, а единица – это наибольший элемент. Можно сказать, что из всего, чего угодно следует единица, ну, а можно сказать, что просто единица. Значит, помимо них имеется ровно одно правило вывода, мы о нем уже сказали, modus ponix. Ну, это так, просто напоминание, ну, небольшое упражнение. Вы видите в исчислении, ну, вот в данном исчислении, такие вещи, что единица равносильно фи стрелка фи, ну, или там фи стрелка п, для кого-нибудь фиксированный п. 0 – это, соответственно, отрицание единицы. Ну, а отрицание фи равносильно тому, что фи влечет 0. Ну, давайте так сходу попробуем посмотреть, почему это так. Значит, вот у нас есть… Будем считать, что мы уже знаем, что имеет место теорема дедукции. То есть, напоминаю, теорема дедукции, она у нас так выглядит, что из гамма фи выводится пси, тогда и только тогда, когда из гамма выводится фи стрелка пси. Вот. Ну, хотим, например, вот такую вещь, да, что равносильно п стрелка п. Ну, вот такое, значит, неприятное, но несложное упражнение, что из аксиом и 1, и 2 гельбетовского исчисления можно вывести п стрелка п, да, ну, такое нередко делается в курсе. Ну, раз есть п стрелка п, то можно к ней добавить дополнительную посылку и получить единица стрелка п стрелка п. Вот. Ну, и наоборот, у вас есть единица, к ней можно добавить любую посылку, ну, например, п стрелка п. Ну, значит, вот это есть, это есть, вводим конъюнкцию, а конъюнкция – это и есть стрелка в две стороны. То есть, это просто сокращение. То есть, если я написал вот эту вот вещь, то это означает единица стрелка и стрелка фи и фи стрелка фи стрелка единицы. Это просто сокращение синтаксическое, это больше ничего не значит. Вот. Ну, или вторая вещь, вот эта вот штука. Ну, мы знаем, что из нуля следует все, что угодно, значит, из нуля, в частности, следует отрицание вот этого штуковины. Так что тут все замечательно. Надо теперь из не п стрелка п вывести что угодно или, например, фи. Ну, это довольно легко, потому что у нас есть вот такая вещь. Да? Ну, и получается что? Что, например, не п стрелка п, стрелка, п стрелка, ну и ноль, например, напишем. Это частный случай, это и акцион. Да. Значит, ну, по теореме дедукции эту штуку и эту штуку можно записать в посылке, можно их переставить, ввести в другом порядке, короче говоря. Можно вот здесь убрать, а здесь поставить. Вот. Понятно, да, что произошло? Вот. Ну, а эта штука выводится, значит, ее можно сократить, ну и получить, что хотели. Вот. Ну, и с этой штукой тоже что-то там похожее можно сделать. То есть в одну сторону это очевидно, потому что вот это просто аксиома. Да, у нас из противоречия следует все что угодно. А во вторую сторону, значит, фи стрелка ноль, надо отсюда как-то вывести не фи. Но чтобы вывести не фи, достаточно что сделать? Из фи вывести ноль и из фи вывести не ноль. Ну, в общем, вот это можно посмотреть, что это довольно легко вводится. Вот. Ну, почему, значит, из фи выводится не ноль? Так. Ну, можно по-разному, наверное, рассуждать. У нас не ноль, это можно показать, что оно равносильно единице, а единица-то из всего выводится. Но давайте как-нибудь по-другому. У нас из нуля следует все что угодно, значит, из нуля, например, следует п, и из нуля следует не п. Ну, значит, не ноль. Ну, и значит, не ноль из чего угодно, в частности, можно добавить левую посылку. Ну, в общем, такое переливание из пустого порожнего, в общем, можно с помощью теоремы дедукции все тут доказать. Пока понятно, да, что происходит. Значит, какая семантика у нас у классической логики? Нам просто нужно, вот, стоит это напомнить, чтобы дальше интуиция была ясна. Значит, смысл такой. Мы сидим, значит, в некотором возможном мире, да, в некоторой ситуации у нас. Значит, и смотрим на какие-то совсем базовые высказывания, так называемые пропозициональные перемены. Что такое пропозициональные перемены никто не знает, да, но за ними как бы стоят какие-то атомарные высказывания. Считается, что все они независимы, и всем им можно независимым образом приписать истину или лошадь, да. Это тонкая вещь, в частности, с философской точки зрения, не совсем раньше такое пропозициональные перемены, но вот будем считать, что это какие-то абсолютно независимые друг от друга атомарные высказывания. Значит, что в этом мире про каждое из этих утверждений известно? Ну, про каждое из них известно, истинно оно или ложно, то есть имеется так называемая оценка отображения из пропозициональных перемен. Ну, в 0.1 или в истинно ложь, как угодно. Ну, а дальше из этого мира мы никуда не ходим на самом деле, то есть в положении вещей в этом мире полностью определяется данная оценка. И мы определяем истинность более сложных формул в зависимости от того, вот как у нас ведет себя v. Ну, то есть мы просто распространяем вот эту v на все формулы нашего языка. Ну, понятно, каким образом. То есть, например, от пропозициональной переменной это просто v от p, а дальше действуем по индукции. Ну, например, если у нас есть конъюнкция, то нужно что сделать? Да, ну, нужно взять вот эту штуку, да, от f, вот эту штуку от x, ну и посмотреть, чтобы оба они были равны единичке. Ну, в данном случае это означает, что нужно взять минимум просто. Вот, для дизюнкции будет максимум, для отрицания будет один минус, да, вот, то есть если так алгебраически хочется это записать. Ну, а импликация у нас выражается. Нолик считаем, что он всегда ложен, да, вот, единственное считаем, что всегда истинный. Ну, вот как-то так. Ну, и дальше, понятно, у нас возникает отношение семантического следования. То есть пишем вот так. Так, если для любой оценки, из того, что эта оценка, ну, я так напишу, не очень красиво, значит, обращает все элементы гамма в единицу, то тогда она обращает в единицу формулу phi. Ну, и теорема о полноте, она говорит, что, значит, вот эта вещь равносильно вот этой вещь. Да. Да, то есть первое, это, ну, здесь это семантическое следование. Они иногда говорят, логическое следование, не нравится, потому что не так, что логическое следование. Семантическое. Какая у вас семантика, такое исследование. А второе, это, ну, вот, это наша выводимость. Ну, выводимость, понятно, может быть в разных системах, здесь в Гильбертовской существе нет. Вот. Ну, что такое вывод, я думаю, тоже все знают. Последовательность формулы и так далее. Вот. Значит, хорошо. Теперь, какая интуиция стоит за классической модальной логикой? Опять же, мы не будем сильно вдаваться в мотивацию, все-таки это не задача нашего курса, скорее, задача курса по классическим логикам. Но, вкратце, в чем смысл? Значит, смысл в том, что, лингвистический, что ли, смысл, он состоит в том, что в естественном языке есть так называемый модальный глагол. Вот. Ну, например, одно дело сказать, значит, я сдаю экзамен, я буду сдавать экзамен, там, еще что-то. Другое дело сказать, я могу сдать экзамен. Да, вот что значит, я могу сдать экзамен? И значит, я его обязательно сдам. Это просто означает, что, исходя из текущего положения дела, можно представить себе ситуацию, так называемый возможный мир, достижимый из данного, да, в котором, ну, я пришел экзамен. Вот как-то так. И вот эта интуиция и стоит, ну, если так совсем грубо, за модальной логикой. То есть, только вместо того, чтобы использовать модальные глаголы, мы используем модальные операторы, действующие на формулу. Ну, и интуитивный смысл, например, вот такого, такой штуки или вот такой штуки, он состоит в том, что, ну, вот здесь, ну, давайте, точнее, сначала здесь, что возможно фи истина, то есть существует возможный мир, в котором будет фи истина. Ну, а бокс означает с необходимостью фи истина, то есть во всех достижимых мирах, то есть во всех возможных с точки зрения текущего положения дел, фи будет истина. Мы потом попробуем придать этому некоторые более точные смыслы, но тем не менее. Модальности, они могут быть полезны в самых разных областях применения логики, то есть очевидно, что у этого должны быть какие-то приложения, значит, в лингвистике и в философии, но также они могут быть, например, в информатике. То есть, скажем, если вы анализируете какие-то проблемы, скажем, связанные с верификацией программ, то могут возникать различного рода модальные операторы в духе того, что, значит, программа с необходимостью работает корректно. То есть вы пытаетесь анализировать, как эта программа работает на разных начальных данных, вот ее состояние в разные моменты вычисления, это разные возможные миры, и вдоль любого вычисления она должна заканчивать работу и выдавать корректный ответ. Это тоже можно воспринимать как своего рода модальность, но это более сложные модальные логики, что-то называются, динамические логики программ, но тем не менее по природе они тоже модальны. Есть модальность доказуемости, есть еще что-то, значит, опять же, мы сильно вдаваться не будем, мы только самую базовую вот эту интуицию сейчас изучим. Значит, что принципиально здесь отличается от классической логики? Ну, понятно, что отличается, что у вас теперь для того, чтобы определить, ну вот есть какой-то текущий мир или текущее информационное состояние, давайте мы его назовем маленькое W, для того, чтобы определить истинность какой-то формулки в данном мире W, уже недостаточно знать, какие пропозициональные переменные в этом мире истины, а какие ложи. Почему? Потому что внутри формулки может встречаться модальный оператор. И модальный оператор заставит вас смотреть не только на этот мир W, а в разные миры, которые из него достижимы. Понятно? И там уже есть своя какая-то истинность этих маленьких пропозициональных формул. Так что минимум, который теперь надо иметь, нужно иметь некоторую систему миров, то есть абстрактно это просто какое-то непустое множество элементов, которые просто называются мирами. Разумеется, в каких-то более серьезных семантиках можно с каждым миром ассоциировать какую-то сложную структуру, но нас сейчас это не будет волновать. Просто есть какие-то точки, мы их называем мирами. На этих мирах есть отношение бинарное. Это отношение достижимости, то есть если у вас V1, V2, то мы говорим, что V2 достижимы из V1 в данной структуре. То есть по сути у вас просто есть ориентированный граф. Если стрелочка куда-то идет, вы говорите, ну достижимы. Дальше можно долго обсуждать, каким свойством должно это отношение достижимости удовлетворять. В ряде случаев это можно записать с помощью модальных формул. То есть можно сказать, что вот я хочу, чтобы оно было рефлексивное, или чтобы оно транзитивное было, или еще что-то. Вот обо всем этом можно говорить. Мы пока не будем считать, что какие-то свойства зашиты, но можно модифицировать конструкцию так, чтобы R обладала специальными свойствами, например, было предпорядком, и этому будут соответствовать дополнительные модальные формулы. Ну и дальше у вас еще должно быть что? Кроме вот этого должна быть какая-то функция V, которая каждую пропозициональную переменную, ну вот мы это так смоделируем, будет отправлять в подмножество W. То есть интуитивно каждый пропозициональный переменный P, для нее V от P, это все те миры, в которых она истина, а во всех остальных она будет ложной. То есть мы же должны, то есть можно было это по-другому сделать. Можно было сказать, что у меня просто есть функция, которая из W крест проб действует в 0.1, да? То есть мы ей даем мир, даем пропозициональную переменную, и она нам отвечает, истина или ложная эта переменная в данном мире. Ну, разумеется, есть взаимнооднозначное соответствие между вот этой штукой и вот этой. То есть вы берете чего там? Значит, для данной пропозициональной переменной P вы смотрите на все те W, которые отображаются в единицу, это и будет ваше подмножество W. А все остальное считаете, что 0. Понятно, да? То есть можно между этими двумя... Можно еще раз про модельные операторы, как они здесь работают? Ну, в чем они здесь? Ну, мы определим их семантику чуть попозже. Это пока что мы так, значит, набросок такой. Сейчас давайте попробуем аккуратнее все это расписать. Значит, в наш язык мы добавляем вот такой бокс-оператор. Это одноместный оператор. Можно было добавлять не бокс, а даймонд. Соответственно, это оператор возможности. То есть у моего коллеги была такая работа под названием «Лучшие друзья философы» – это бриллианты. Значит, это вот этот даймонд. Но часто используется все-таки оператор бокс. Поскольку отрицание у нас здесь будет классическое, то на самом деле бокс – это вот такая штука, а даймонд – это вот такая штука. То есть семантически. Поэтому можно только один из них использовать, а второй будет выразим в данном случае. Что значит, что возможен мир, в котором фи – истина? Но это означает, что неверно, что с необходимостью фи – не истина. Вот как-то так. То есть вот здесь, грубо говоря, что-то похожее на кванты от существования, а здесь, грубо говоря, похожее на кванты от всеобщности. Да, ну и мы знаем, что одни через другие выражаются. Ну, у нас язык будет вот такой. Ну и в нашем гильбертовском исчислении будут использоваться все те же аксиомы, что были для классической логики, но понятно, что с естественной модификацией. То есть если раньше мы писали что-нибудь вот такое, то подразумевалось, что здесь все формулы – это формула в языке классической логики, ну а теперь, разумеется, в расширенной языке. То есть все схемы чуть-чуть расширились. Ну и дополнительно у нас есть еще вот такая схема аксиом, которая называется схема Критки. Значит, какой у нее смысл? Ну, импликация тут будет классическая, забегая вперед, поэтому что тут сказано? Тут сказано так, что если с необходимостью, если фи, то пси, и при этом с необходимостью фи, то значит с необходимостью пси. Ну, звучит правдоподобно, да? То есть для любого достижимого мира, если истина фи, то истина пси. и при этом для любого достижимого мира таки истина. Ну, значит, все истины для любого достижимого. Значит, в качестве правил вывода выступают уже знакомые нам modus ponens и так называемое правило нормализации, которое позволяет навешивать бокс. Это довольно специфичное правило. Сейчас мы на него повнимательнее посмотрим и поймем, что в определенных контекстах его использовать не надо. Смысл такой. Ну, вот, какую аналогию можно провести? Вот в классической логике предикатов иногда пишут такую вещь, что если вы доказали Fiat X, то можно навесить квантер всеобщности. И вот такую штуку сделать. Но доказали при этом, например, из пустого множества. То есть X – это у вас просто свободные параметры, вы для произвольного X доказали, и вот тогда можно навесить. Вещь довольно специфичная, но семантически это корректно. Здесь схожая интуиция. Если вы из пустого именно множества гипотез, то есть из аксиомы, из тех вещей, которые вообще всегда истинны, доказали какую-то FI, то что это значит? Это значит, что это FI, по идее, как и эти аксиомы, должна быть верна, ну, как бы всегда. То есть во всех мирах и так далее. Ну, а раз во всех мирах, значит, во всех мирах достижимых из данного, ну, значит, что бы бокс не навесил. Правильно? Это будет всего лишь некоторая порция этих миров. Понятно, что локально это правило, напротив, выглядит абсолютно еретически. Потому что если вы находитесь в конкретном мире, в котором верны некоторые гипотезы, и в этом мире W верна формула кофи, то отсюда никоим образом не следует, что в этом мире будет верна формула бокски. Понятно, да? То есть локально эта штука не должна действовать. В отличие от модус-понис. Модус-понис действует локально. То есть если в конкретном мире, если фи, то пси, и в этом конкретном мире есть фи, ну, значит, есть пси. Никакой проблемы нет. Понятно? Тогда не должен, чтобы перед фи стоять, чтобы даже не знать, что там есть в Вадиме. Где? Перед фи. Ну, в правиле, которое нормализация. Ну, правило мы воспринимаем так, что если выводимо то, что над чертой, то выводимо то, что под чертой. Мы сейчас обсудим, так оно вообще, в принципе, эти штуки используются. Где они используются, где нет. Вот. Давайте теперь обозначим через К. Это и будет наша. Как говорят, наименьшая нормальная модальная олика. Значит, наименьшее множество формул в модальном языке, содержащие все аксиомы данного чтения, замкнутые относительно моду-спонис и правила нормализации. Давайте вот разберемся. Значит, во-первых, формула. Почему она подчеркнута красным? Ну, потому что формулу я буду понимать локально. В каждом разделе формула – это формула соответствующего языка. То есть это не формула не классической логики, а уже вот этого языка. Ну, это понятно. Поэтому тут подписано в модальном языке, но впредь я под формулой буду в этом разделе понимать только такие формулы. Значит, содержат все аксиомы данного исчисления. Я думаю, понятно, что имеется в виду. И замкнутые относительно моду-спонис и правила нормализации. Что это значит? Это значит, что это у меня такое множество S, что если какая-то FI в нем лежит, то обязательно бокс FI в нем лежит. Ну, и замкнутые относительно моду-спонис, это означает, что если в нем лежит FI, и лежит FI-стрелка PSI, то тогда PSI лежит в S. Вот такие минимальные свойства замкнутых. Понятно? Можно это формализовать в терминах вывода из пустого множества. То есть, если у вас есть последовательность феноля и так далее FI-N, где каждая FI-Т это либо аксиома, ну, это аксиома, или она получается из предыдущих по правилу NR, или по правилу MP, то тогда вот все вот эти вот заключения таких выводов, они и будут составлять на шагах. Пока понятно, да, что происходит? Кто такая нормальная модальная логика? Мы будем, вообще, в алгебраической логике логики отождествляют с множествами формул. Вот здесь, под нормальной модальной логикой, значит, слово «нормально» сейчас можно забить, что это означает. То есть, ненормальные логики – это вещь более специфичная. Значит, это некоторое множество формул, имеется в виду формул в нашем языке, которое включает K, то есть вот то КАМ, которое мы сформировали, все его элементы теперь можно использовать как аксиома, не только те вот аксиомы, а все, что из них выводится. И замкнуты относительно моду споненс, нормализации и подстановок. Что значит подстановок? Это значит, что если у вас есть какая-то формула КФИ, ну, которая как-то там зависит от пропозициональных переменок, P0 и так далее, Pn, то можно взять вместо этих P0 и так далее, Pn подставить какие-то псииты одновременно, и результат будет снова лежать в L. Не нужно это подробнее расписывать. Понятно, да? Вот. Значит, теперь, если у меня L – это модальная логика, то вот таким образом я буду обозначать локальное отношение выводимости. То есть на самом деле есть два отношения выводимости, для модальной логики – локальное и глобальное. Локальное – это когда вы используете только моду споненс. Соответственно, вы сохраняете истинность локально в каждом мире. А глобальное – это когда вы еще и можете использовать правила нормализации, но тогда понятно, что локальная истинность может не сохраняться, но зато сохраняется истинность как бы во всей модели. То есть если истина во всех мирах данной модели, то и заключение будет истина во всех мирах данной модели. Ну, потому что вы только взяли нередостижимый, и все хорошо. Вот. Пока ясно, что происходит. Значит, ну, в этом отношении выводимости, вот что значит из гамма выводится φ? Это означает, что φ можно получить, да, понятно, там, с помощью правил вывода, в данном случае с помощью modus ponens, из элементов L в объединении с гамма. Обращаю ваше внимание, что логика L – это все-таки такая особая вещь, она замкнута относительно правила нормализации и замкнута относительно подстановки. А вот гамма не обязана быть замкнута ни относительно нормализации, ни относительно подстановки. Гамма – это именно множество каких-то гипотез. То есть, если я где-то в гамма написал P, да, а потом смотрю, а вот что из этого P можно вывести, да, то смысл такой, что с точки зрения как бы модели этой логики, если истина P, то должны быть истины вот эти вот вещи, которые я выведу. Но это не означает, что, например, бокс P должен быть истинен. Это не означает, что вместо P можно подставить что-нибудь, какое-то пси, да, и оно должно быть истинно. Вот это все не имеет никакого отношения. То есть, P мы воспринимаем как вот, значит, как что-то атомарное, да. Какие-то у нас атомарные гипотезы есть. У них как бы зафиксирован смысл, и мы смотрим только вот на модели нашего множества гамма. Ну, точнее, смотрим на какие-то вот модели, в которых и на конкретные миры, в которых элементы гамма истины. Сейчас мы это формализуем, записав семантику, но пока что на чисто синтаксическом уровне. Небольшое упражнение, что в K можно вывести, ну, вот такие вещи, да, что вот бокс единица, эквивалентная единица, и, значит, бокс проносит через конъюнкты. Зачем это здесь вообще упомянуто? Ну, дело в том, что иногда в литературе встречаются другие формулировки отношения выводимости, а именно вместо вот этой штуки иногда пишут вот так. пишут вот так. И вместо правила нормализации берут, как говорят, правила монотонности. То есть, если из φ следует ψ, то из бокс φ следует бокс ψ. То есть, если при любой ситуации из φ следует ψ, то из необходимости в φ следует необходимость ψ. Ну, и известно, что эти две вещи дают одну и ту же лодику. Вот. И одно и то же множество нормальных модальных лодиков. Ну, и это упражнение, оно чем-то похоже на эту вещь. Ну, давайте посмотрим. Значит, вот у меня есть бокс единицы и единица. Ну, вот эта импликация, она очевидна, потому что единица, она, в принципе, у нас есть. Она есть, в частности, из бокса. Ну, с другой стороны, раз у вас есть единица, то есть бокс единицы. По нормализации можно бокс навесить. И, значит, есть вот такая вещь. Правильно? Так что, ну, все, доказали. Тут как бы ничего особенного не происходит. Давайте посмотрим на вот эту штуку. В какую-нибудь сторону. Ну, например, слева направо. Значит, фи и пси следует фи. Правильно? Это у нас есть, это аксиома. Ну, значит, можно навесить на нее бокс. Правильно? Потом смотрим, что у нас делает вот эта штука. Она говорит, что можно бокс вносить внутрь. Как бы, да? Но это означает, что вот здесь можно вот так сделать. Правильно? Ну, то есть мы записываем большую эту аксиому, сокращаем вот эту посылку с большим боксом. А бокс оказывается внутри. Вот. Только тут вот так скобки. Ну, значит, мы получили, ну, аналогично для бокс пси. Потом берем их конъюнкцию и получили то, что хотели. Это значит, слева направо. Справа налево. Нужно показать, что из бокс фи и бокс пси следует бокс фи и пси. Ну, можно это по-разному делать. Но можно, например, так. Для начала перепишем это чуть-чуть. Следующим образом. Значит, почему так можно переписать? Ну, потому что у нас есть классическая логика, в ней есть всякие классические тавтологии, и несложно там вывести такую штуку, что P стрелка Q стрелка R равносильно тому, что P и Q стрелка R. Это удобный трюк. Можно вместо ложной импликации писать вот такую конъюнкцию. Понятно, что произошло? Вот. Ну, мы вообще любим импликативную форму, поэтому в такой форме и будем писать. Значит, вот такую штуку нам надо вывести. Ну, понятно, откуда мы ее будем выводить. Потому что F стрелка, Пси, стрелка, Фи и Пси. Это у нас есть. Дальше мы на нее бокс навесим большой. Потом мы его пронесем. Получится вот так. А потом скажем, что вот из этой штуки еще и следует вот такая штука. Потому что там тоже можно проносить внутрь. Ну, а потом скажем, что у нас импликация транзитивна. То есть, если у вас P стрелка Q, Q стрелка R, то P стрелка Q, V, P стрелка R. Ну, мы этим воспользуемся и все получим. Короче, вот некоторая практика в гильбертовском сочетении дает нужный результат. Давайте теперь посмотрим, как семантика выглядит. Значит, вот эти вот графы упорядоченные, ориентированные графы, они называются шкалами в модальной логике. Значит, то есть для нас шкала, ну или точнее модальная шкала, у нас просто будет еще интуиционистская шкала, это будет частный случай модальной. Значит, под шкалой мы просто понимаем упорядоченную пару. Значит, F – это потому, что шкала – это у нас по-английски frame, ну, по-крайней мере, по-русски переводнее, как шкала. Это устоявшийся терминал одинаковый суммейский. Вот, в ней W – это как бы носитель, некое непустое множество, элементы которого, ну, для удобства мы будем называть возможными графами. Просто название, а за этим ничего не стоит. Непустое множество есть и все. Вот, и на нем есть бинарное отношение. Его будем называть отношением достижимости. То есть, если две штуки связаны этим отношением, то говорим, что второе – достижимое из первого. Второй компонент достижимый из первого. Ну, и означивание в шкале. Кси – это произвольная функция из пропозициональных переменок под множество W. О том, что какая тут интуиция за этим стоит, мы уже сказали. То есть, если у нас есть тут W, я писал, давайте, кси. То есть, есть кси из проф в множество всех подмножек W. Соответственно, кси от P – это интуитивно все те миры, в которых P истина. А в остальных мирах, соответственно, она ложна. Вот. Ну, и теперь модель – это когда есть и шкала, и означивание. То есть, вот она, наша модель. Вот. Ну, а теперь мы определяем вот такую запись, которая читается так, что фи – истина в модели M в мире X. Да? То есть, в разных мирах может быть по-разному. То есть, мы теперь уже не просто говорим, что она в модели истина или не истина. Тут все зависит от того, в каком состоянии вы находитесь. В одном состоянии может быть еще возможно, что вы сдадите экзамен. В другом состоянии – это невозможно. Соответственно, по-разному. Так что нужно фиксировать мир X. Ну, и дальше все интуитивно. Значит, например, что значит, что пропозициональная переменная истина в модели M в мире X? Ну, это просто означает, что X – это один из тех миров, в которых P истина. То есть, X принадлежит к C от P. Да? Вот. По-нашему моделированию. Понятно? Дальше конъюнкция и дизюнкция определяются локально, как в классике. То есть, мы не выходим за пределы данного мира. Мы просто говорим, что ну что значит, что в данном мире истина конъюнкция. Ну, значит, каждый конъюнкт истина в этом мире. Значит, истина дизюнкция. Значит, один из дизюнкций истины. Вот. Отрицание здесь классическое. Тут никакая не интуиционистская логика. То есть, то, что истина отрицания – это означает, что неверно, что истина – то, что под отрицание. Вот это то, что перечеркнуто, а то, что неверно, то, что дальше написано. Пока ясно? Ну и, в общем, ничего интересного не произошло, и, в принципе, вообще непонятно, зачем нам нужно какое-то отношение достижимости пока что. Ну, для 0 к единичке оно тоже не нужно будет. Ну, я тут уж как написал, так написал. Значит, 0 нигде не истинен, поэтому я просто написал, что 0 не 0. Единица везде истинна, поэтому я написал 0 это 0. Но как-нибудь по-другому можно написать. Вот. И самое интересное, это, конечно же, случай бокса. Что значит истинно бокс Пси? Это означает, что для любого мира, достижимого из Икса, верно, что в этом мире истинно то, что под боксом. Значит, здесь вот эта вот запись R от X – это образ синглитона Икса относительно R, то есть это все Y, которые достижимы из Икса. То есть можно было бы сказать так, что для любого Y из W, если X, R, Y, то в M, Y истинна Пси. Вот так можно было бы сказать. Понятно, да? А здесь просто чуть сокращенно написано. То есть для любого Y из R от X, то есть достижимого из X, то есть куда ведет стрелка из X, верно, что в этом Y истинна Пси. Понятно? Это единственный динамический элемент вообще во всей этой штопе. То есть вся динамика, она связана с тем, что мы из-за бокса иногда нам приходится обращаться к другим мирам. То есть не только к данному миру, а к тем, которые достижимы. Вот это единственный случай, когда мы используем наше отношение к достижимости. Вообще мы смотрим на наш граф. Но когда ясно, о какой M идет речь, периодически M опускают, пишут вот так. Вот. Как читается эта запись, мы уже сказали. M истинна в X в модели M, ну или в модели M в мире X. Вот. Если вдруг X не написан, то это означает, что незримый это кванта по всем X. Вот. А истинность в шкале, это означает, что истинность во всех мирах, всех моделей на основе этой шкалы. Потому что у вас для одной и той же шкалы может быть куча означиваний. Вот бегаем по всем означиваниям. Говорим, что для любого означивания, для любого мира всегда истина. Вот. Ну, в первом случае говорят, что истинна в M. Во втором, ну, если следовать англоязычный, значит, все-таки тут вот истинна, говорят, а там говорят, значит, по-русски обычно переводится как общезначен в шкале. Вот. На самом деле тут, ладно, об этом чуть попозже скажем. Ну, и теперь можно определить семантическое, отношение семантического следования в логике K, но именно локальное. То есть вот у нас есть формулка, есть какое-то множество формулок, и будем говорить, что φ семантически следует из гамма, ну, в логике K. Да, имеется в виду в логике K с точки зрения данной семантики, но мы пока другую семантику не пишем. Значит, ну, запись вот такая. Верно, если для любых моделей M и W из того, который в M, тут это негласно подразумевается, чтобы все было согласовано. Верно следующее, так, что я M опять не ту написал, что если в мире вот этом W все элементы гаммы истины, то в этом мире истины. Все вроде естественно. То есть вы воспринимаете вашу гамму как такую большую конъюнкцию и говорите, что вот, короче, если все элементы гаммы истины, то и должна быть истина. Ну, известно, что имеет место теорема. Эти две вещи совпадают. То есть дедуктивное следование в нашей системе и семантическое. То есть имеет место теорема о сильной полноте. Потому что гамма может быть в том числе бесконечна. Вот. Ну, тут идет ссылка на пособие. Извините, пожалуйста. Да. А в начале второй строчки там разве будет дельта? Ну, у вас дельта написано там, наверное, фи или что-то не понимаю? Да. Спасибо. Значит, не дельта, а фи. Да. Раньше было написано дельта. Значит, ну, иногда просто определяют семантическое следование в чуть более общем виде. То есть вы берете множество формул, берете множество формул и определяете вот такое семантическое следование. Ну, и смысл его такой, что из конъюнкции как бы бесконечной гамма следует как бы дизюнкция дельты. То есть если в W истинно все элементы из гамма, то существует элемент из дельты, который истинный. Вот так. Вот. Иногда это бывает удобно, но мы здесь в это не вдаемся. Значит, ну, вот это будет просто пособие одним из авторов, которого я являюсь. Ну, на самом деле можно любую стандартную книжку по модальной логике, классической логике посмотреть. Потому что конструкция, с помощью которой это делается, это нечто совсем общее, совсем базовое. Это называемая конструкция канонической модели для модальной логики. Если хочется иметь какие-то особые свойства для вашего отношения достижимости, то на самом деле имеется некоторое соответствие между, по крайней мере, некоторыми свойствами шкафа. Шкафа, да, с одной стороны и модальными формулами. Ну, например, да, это просто такой немножко офф-топик, но тем не менее. Вот хотите вы, чтобы ваше отношение R было транзитивное? Да. Ну, вот легко понять, что если ваша шкала транзитивна, ну, имеется соответствующее отношение транзитивное, то тогда, вот если R транзитивна, то тогда в соответствующей шкале будет истинно вот такая формулка. Box P, стрелка, box, box P. Вот. Ну, действительно, что значит box P? Это означает, что для любого достижимого мира, вот вы зафиксировали какой-то W, то есть вы зафиксировали какое-то там означивание, какое-то W, и вот пусть, значит, в этом W истинно box P. Что это значит? Это значит, что для любого U, принадлежащего R W, в этом U будет истинно P. А что тут сказано? Тут сказано, что если я возьму какой-то U, который достижим из W, а потом возьму какой-то еще U' достижимый из U, то в нем должно быть истинно P. Но поскольку этот U' достижим из U, а U достижим из W, а отношение было транзитивно, то U' будет достижим из W, и значит, все будет хорошо. Понятно? Или повторить? Повторите еще раз. Значит, давайте-то чуть-чуть поаккуратнее. Мы хотим показать, что если вот F транзитивно, то тогда в F истинно box P, стрелка box, box P. Ну и вместо P можно любую FI подставить, это несущественно. Значит, ну действительно, мы берем какую-нибудь M. Это модель над F. Ну то есть какое-то означение просто взяли. И фиксируем какой-нибудь W мир. И мы хотим показать, что если в этом мире истинно box P, то тогда в этом мире будет истинно box P. Ну в этой как раз модели. Пока ясно, да? Что происходит? Значит, что вот это означает? Это означает, что для любого U, достижимого из W, мы имеем в U истинно P. А что вот это такое? То есть мы хотим чего? Значит, мы хотим, что box, box P. Это значит, что для любого U из R от V, в U должно быть истинно box P. А что это значит? Это значит, что для любого V, достижимого из U, и дальше то, что под ним, должно быть истинно. Понятно, как это получилось? То есть два раза. Ну и теперь смотрим. U у нас достижимое из W, то есть у нас W, R, U, а потом еще R, V. Ну и по транзитивности это V будет достижимое из W. Ну, значит, его можно подставить вместо вот этого U. Первого. Ну, значит, получилось. Понятно? Все произошло. Ну, а интересно, на самом деле, в обратную сторону, что если у вас в шкале при любом означивании истинно вот эта штука, то тогда обязательно эта штука, обязательно ваша шкала транзитивна. Вот это любопытно. Ну и тогда есть, на самом деле, соответствие очень хорошее. То есть получится, что шкалы, в которых, то есть графы, в которых истинно вот эта формула, как любых означиваний, это в точности транзитивны. Ну, давайте попробуем сходу это показать. Ну, от противного пусть F нетранзитивна. Значит, нетранзитивна, это означает, что существуют там W, U, V, такие, что у вас U из W достижимо, из U потом можно V получить, но при этом, ну, я так напишу не очень аккуратно, неверно, что, значит, W получился. Ну, хорошо. Значит, у нас есть вот три таких элементика. Чего дальше? Дальше нужно показать, что вот это вот неверно, то есть нужно придумать какое-то означивание, ну, и какой-то мир. Такое, что в этом мире будет истинно BoxP, а вот BoxP не будет истинно. Понятно? И тогда получается, что, ну, существуют модели, некоторый мир, в которых эта штука опровергается, значит, не всегда она в школе. Вот. Ну, давайте попробуем. Так, на какой бы мир нам посмотреть? Ну, пусть будет W, и пусть у нас W от P, какие бы это были у нас миры? Это, ну, пусть все, что достижимое из W, наверное. Давайте так попробуем, а вот получится. То есть просто все миры достижимы из W. Понятно, что тогда, если, ну, а W от Q, где Q это другая, ну, не знаю, пустым положим, без разницы. Мы сейчас все равно не будем смотреть на другие пропозиционные перемены. Тогда, если я смотрю в мир W, вот в этой модели, и смотрю на BoxP, то это будет верным, потому что такой бы мир я не взял, он будет достижим из W, то есть он будет лежать вот здесь, и там P как раз у нас истинно. Так, вроде все получилось. Утверждается, что вот эта вещь не будет верна. Почему? Потому что, смотрите, из мира W я могу сначала пойти в U, потом пойти в V, но при этом V недостижимы из W, и значит, в этом V P истин не будет. Ну, значит, неверно, что BoxP. Понятно? Так что вот, как бы, довольно легко сделать. Ну, не со всеми свойствами так хорошо все проходит, но тем не менее, с какими-то свойствами, значит, так разобраться можно. Теперь, интуиционистская логика. Чего это такое, и почему она в конце, и, значит, как она связана с модалью. Ну, мы ее здесь будем рассматривать вот в таком языке, просто потому что впоследствии я алгебраическую семантику буду определять в таком языке. Но есть и другая причина. Дело в том, что если в интуиционистской логике вместо импликации сразу написать вот это вот не фи или пси, то это будет сразу плохо, короче. То есть в классической логике вы можете использовать импликацию как базовый символ и потом доказать, что вот эта вещь просто окажется равносильно не графически, а прямо по аксиомам не P или Q. В интуиционистской логике это доказываться не будет, там более сложная импликация, поэтому там в исходном языке, значит, все-таки импликацию нужно включать. Отрицания здесь нет, при желании его можно определить как стрелка к нулю, но оно будет вести себя не как классическое, оно себя будет иначе вести. Значит, сначала вообще зачем какая-то интуиционистская логика? В чем вообще смысл такой? Вот. Ну, могут быть разные мотивации, есть всякие конструктивные мотивации, но давайте попробуем так чисто лингвистически порассуждать, а значит, зачем нам какая-то еще? Ну, в моем понимании, как бы, ну, это как минимум одно из возможных пониманий, интуиционистская логика, она интересна в первую очередь не тем, что там какое-то особое отрицание есть, хотя часто связывают появление интуиционистской логики с тем, что там не нравились какие-то законы отрицания и так далее. Нет, она, ну, то есть так тоже можно это подать, но можно к этому с другой стороны подойти. Можно сказать, что в классической логике импликация какая-то дурацкая, она какая-то очень нерелевантная и она обладает некоторыми контринтуитивными свойствами. Их иногда называют парадоксами материальной импликации. Ну, давайте на что-нибудь из этого посмотрим. Значит, поскольку и в классической, и в интуиционистской логике есть, значит, теорема дедукции, то вместо того, чтобы сейчас писать такую большую вложенную импликацию, я буду в правоводимости что-то говорить, но можно будет перенести, если что, и посмотреть, что происходит. Значит, вот рассмотрим, например, такую вещь. P и Q, стрелка R, выводит в классической логике P, стрелка R или Q, стрелка R. Ну, понятно, что вот эту вот вещь, ее можно перенести там налево, и получится большая импликация. Значит, утверждается, что вот в классической логике здесь все замечательно. Ну, почему так? Давайте чисто формально проверим. Значит, как в классической логике вообще все это выглядит? Нужно посмотреть, что каждый раз, когда у вас заключение ложно, посылка тоже ложна. Потому что если заключение истинно, то и так все хорошо. В какой ситуации дизюнкция ложна? Ну, когда оба ложны. Значит, чтобы вот это было ложно, тут должна стоять единичка, тут нолик. И тут, соответственно, единичка, тут нолик. Ну, значит, тут стоит единичка, а тут нолик. Ну, замечательно. Все получили. Понятно? Ну, можно по-честному рассмотреть все случаи, но, в общем, это самый короткий, пожалуй. Но если посмотреть на это, ну, как бы читать импликацию не если то, а как там влечет, следует, ну, выглядит как-то несколько странно. То есть, конечно, что если есть из П и К, то есть из двух условий следует Р, то из одного из них следует Р. Ну, ясно, что это как-то странно выглядит, да? То есть, там рубильник один включен, рубильник два включен, лампочка горит. Окей. Вот. А дальше вы говорите, что если один рубильник включен, то лампочка горит. Или если второй рубильник включен, то лампочка горит. С чего вдруг? Да? Понятно, что ни о какой причинно-следственной связи здесь речи не идет. Просто вот в данном мире мы смотрим на посылки заключения, если там что-то получилось, то замечательно. Вот. Могут быть какие-то другие примеры. Ну, давайте с четырьмя переменами один пример рассмотрим. П-стрелка Ку и Р-стрелка С. И отсюда в классике выводится, что П-стрелка С или Р-стрелка Ку. Давайте проверим. Ну, опять смотрим, пусть заключение у нас ложно, да? Значит, оба дизъюнкта ложны. Значит, тут стоит единичка, тут стоит ноль, тут стоит единичка, тут стоит ноль. Так? Вот. Значит, у нас раз П-единичка А-Ку нолик, то вот эта штука, она уже ноль. Правильно? А, то есть вообще все просто получилось. Что можно попробовать? Ну, как бы интуиция-то такая, что вроде как можно подставлять вместо П-и-ку какие-то простейшие высказывания. Ну, давайте попробуем еще подставить. То есть, например, вот пусть у меня П, это, ну, я не знаю, мы любим Пушкина. Его, правда, в последнее время отменяют. Ну, значит, Пушкин бывал в Париже. А-Ку будет во Франции. Ну, Р будет, значит, чего там, где-нибудь в Лондоне. Ну, и, соответственно, С будет что? В Англии. Вот. Значит, ну, если была в Париже, то была во Франции, если была в Лондоне, то была в Англии, да? А дальше говорится, что если была в Париже, то бывал в Чем? В Англии, да? В Лондоне. Ну, это всему свой день. Вот. Ну, в общем, получается как-то не очень интуитивно, да. Значит, ну, по-видимому, да, вот поскольку вот здесь нигде никакого отрицания нет, то, по-видимому, значит, соответственно, за все это безобразие, оно как минимум отчасти лежит на импликации, тем более, что импликация, она равносильна, ну, мы знаем, чем она равносильна, не по велику в классической логике. И эта штука странно себя ведет. На самом деле, даже если мы запишем закон исключенного третьего в обобщенном виде, вот, что значит в обобщенном виде? Вот, смотрите, у нас П или не П, да? Есть. Ну, то есть можно написать это так. П или П стрелка ноль. Так. Но поскольку ноль все равно влечет в все что угодно, то можно написать так. П или П стрелка Ку. Да. Ну, вместо Ку можно, в частности, ноль подставить. Ну, а если есть ноль, то есть все. Так что, ну, вот интуитивно вот это вот закон исключенного третьего, вот это записано без отрицания. И это еще штуку называют обобщенный закон исключенного третьего. Вот. Ну, опять же, интуитивно видно, что какая-то ерунда написана. То есть видно, что у вас П верно, но вот если П не верно, то П влечет что-то. С чего вдруг? Как связаны П и Ку. Какая между ними связь? Непонятно. Вот. Ну, и хорошая новость состоит в том, что, значит, ничто вот из этого, ничто, по крайней мере, из этих парадоксов материальной импликации не будет выводимо, если мы уберем П или не П. Да. Ну, или снятие двойного отрицания. А все остальное оставим. Так что это одна вот из возможных мотиваций. Есть, разумеется, другие мотивации, связанные с тем, что, значит, классическая логика без законно исключенного третьего. Ну, вот в той формулировке, что она обладает некоторыми хорошими конструктивными свойствами, но для этого лучше выходить в логику предикатов. Это уже будет как-то связано с так называемой семантикой реализуемости, с вычисленными функциями. Вот мы туда сейчас лезть не будем. У нас такая более базовая интуиция. Но, тем не менее, опять же, многое зависит от чего? От формулировки. Если бы я взял бы и в формулировку моего исчисления исходного добавил бы что-нибудь такое, не П стрелка, не Ку, стрелка Ку, стрелка П, то, ну, понятно, что я бы убрал бы закон исключенного третьего, но вот с помощью этой штукки наверняка опять что-то странное смог бы наглывать. Понятно, да? То есть вообще все, что связано со снятием отрицания, нужно изгнать. Ну и здесь получается, что оставили те же аксиомы для импликации, для конъюнкции, для дизъюнкции. Известно, что они по-всякому хорошие. Значит, для нолика и для единички, а про отрицание вообще ничего не сказали, его тут и нет. Мы потом скажем, что будет, если добавить отрицание, но на самом деле можно просто вот так сказать, что отрицание – это вот такая штука. И тогда, значит, если мы отрицание так воспринимаем, то можно некоторые вещи про него доказать. Ну, например, давайте посмотрим. У нас была такая вещь в классической логике. Фи-стрелка Пси. Фи-стрелка не Пси. А не Пси – это у нас сейчас Пси-стрелка 0. И получается отсюда что там? Не Фи. То есть Фи-стрелка 0. Смотрим на это, оба надо, это же частный случай И2. То есть из Фи следует Пси, из Фи-стрелка что-то, значит, из Фи следует вот это что-то. То есть это просто модус пони, сложные импликации с дополнительной посылкой. Понятно? Вот. Может, еще раз показать? И2 – это вот он. И мы тут просто 0 поставили и все получили. Ну, только вот эти вот еще переставили, но по теории дедукции можно будет их вынести, в другом порядке, все получится. Так что там ничего делать не надо. И что там еще было? Была, значит, такая вещь, что из не Фи следует Фи следует Пси. Да? Вот. Ну, что такое Фи? Это Фи-стрелка 0. Вот. Ну и получается что? Что если мы это все перенесем, как бы по теории дедукции, у вас есть Фи-стрелка 0, есть Фи. Из них тогда можно вывести 0, а из 0 следует все что угодно. Ну, значит, вы получите любую Пси. Так что, ну, с помощью теоремы дедукции, по крайней мере, можно опять все сделать, понять, что все получается. Так что вот те две аксиомы, N1, N2, ну, при условии, что мы интерпретируем отрицание как сокращение, они будут здесь верны. А вот Фи или не Фи, или снятие двойного отрицания, это никак не получится. Непонятно, почему там, если Фи-стрелка 0, стрелка 0, то тогда Фи. С чего вдруг? И нет, это никак не получится доказать. Вот, ну, правило вывода опять это modus ponens, и теперь через int обозначаем наименьшее множество формул уже в интуиционистском языке, то есть у нас теперь язык рукой, который содержит все аксиомы данного исчезления замкута относительно modus ponens. Пока понятно, да. Значит, да, давайте еще определим, что такое суперинтуиционистская логика, а потом будет пара комментариев относительно семантики всего этого. Значит, расширение интуиционистской логики называют суперинтуиционистскими логиками. Среди суперинтуиционистских логик есть не самая интересная логика, а именно классическая. Вот. Она не самая интересная в том плане, что дальше ее расширений нет. Сейчас мы, наверное, это поймем, в принципе, за пару минут можно это поймем. Но так или иначе, суперинтуиционистской логикой называют множество формул. Здесь подразумевается, что это уже, значит, в языке интуиционистской логики. То есть это не те формулы-то. Которая включает опять int, замкнутая относительно modus ponens подстановок. Ну, никакого правила нормализации здесь нет, поэтому нет смысла говорить о локальности, глобальности. Значит, опять же, если есть суперинтуиционистская логика, то вот так вот мы обозначаем естественное отношение выводимости. То есть выводимое из всего этого с помощью modus ponens. Пока все ясно, да? Ну, это мы уже показали. Что вот эти две вещи будут выводить. Значит, почему мы у классической логики, например, не рассматривали расширение? То есть можно же было так же сказать, что вот множество формул, включающие классическую, и замкнутые относительно modus ponens и подстановок. И будем называть это суперклассическими логиками. Сколько бывает суперклассических логик? Ну, как минимум, сама классическая и множество всех формул, что не очень интересно. Оно замкнуто относительно всего. Почему так? Ну, вот смотрите. Пусть у меня есть вот классическая логика и беру я какое-то ее собственное расширение. Это логика L. В ней есть какая-то формула КФИ, которая лежит в L, но не лежит в классическом. Правильно? Ну, это формула КФИ, она зависит от каких-то там пропозициональных перемен. П0 и так далее. Значит, ну, тут сейчас небольшой финт ушами. Мы знаем, что классическая логика, она полна относительно оценочной семантики ноликов единичек. Что это значит? Это значит, что то, что она не лежит в классической, означает, что при некоторой подстановке ноликов единичек, она что? Обращается в ноли. Ну, и индукции и так далее. Короче, несложно показать, что если я вместо вот этих P-итых подставлю ε-итые подходящие, нолики единичные, то вот можно будет доказать, что эта штука равносильно нулю. То есть можно будет это смоделировать на дедуктивном уровне. Более-менее понятно? Ну, то есть смысл примерно такой. Вот вы по индукции доказываете, что, например, там 0 и 1 равносильно нулю. 0 или 1 равносильно единице. Ну и, в общем, так потихоньку вы все это накачиваете, пока все не получится. Можно все, в чем я делаю здесь? Ну, у нас φ вот это не лежит в классической олике. Значит, существуют некоторые значения для пропозициональных переменов, при которых она обращается в ноль. Ну и утверждается тогда, что если вместо соответствующих переменных подставить, ну, вот эти наши константы уже в нолике единички, при которых она обращается в ноль, то можно будет доказать, что вот эта штука лежит в классической олике. То есть с точки зрения классической олики будет доказываться от этих оликсов. Понятно, да? Ну, а наша логика L, она расширяет классическую? Значит, это и логики L, верно? Правильно? Вот. При этом логика L, она замкнута относительно подстановок, и она содержит формулу Куфи. Значит, она содержит и вот такую штуку. Ну, значит, она содержит что? 0. Правильно? 0 лежит в нашей логике L. Вот. Но одновременно 0, стрелка, все что угодно лежит в классической логике. И логике L. И логика L замкнута относительно modus ponens. Ну, значит, все лежит в логике L. Ну, все, значит, L. Это просто все формулы. Вот. Так что вот эта вот решетка расширения интуиционистской логики, там их можно упорядочить по включению, она выглядит так. У вас есть множество всех формул. Непосредственно под ним находится классическая логика. Где-то тут находится интуиционистская логика. А тут какой-то трэш происходит. Вот тут что-то страшное, вот это суперинтуиционистский логик. И у них там довольно сложная структура решений. Ну, это хотя бы дистрибутивная решетка, но все равно. Понятно, да? Вот. Значит, какая интуиция стоит за семантикой нашей интуиционистской логики? Ну, если грубо, то можно воспринимать это так. Значит, у нас есть разные миры. Это как бы некоторые информационные состояния. В каждом информационном состоянии у нас каждую переменную мы ее мыслим как некоторую задачу. И вот эта задача, она может быть решена, а может быть еще не решена. Если она решена, мы ей сопоставляем единичку. Как только задача решена, во всех достижимых мирах она тоже решена. Мы решили задачу. Все. Ее нельзя отменить. Но если задача не решена, то гипотетически когда-нибудь мы можем ее решить. То есть нолик может стать единичкой в достижимом мире. Потому что нолик – это просто как бы отсутствие решения. Понятно? Это не негативное решение. А вот единичка никогда не может стать ноликом. Понятно? Это означает, что все вот эти v от p они должны быть замкнуты вверх. То есть как бы v от p это у нас то, что как бы в единичку отправилось. Вот если наша переменная p в каком-то мире истина, то во всех достижимых из него мирах она тоже должна быть истина. То есть раз в этом мире она истинна, то значит задачу мы решили. И значит во всех последующих мирах она тоже будет решена. Понятно? Вот. При этом мы считаем, что наше отношение достижимости, оно обладает некоторыми минимальными свойствами. Ну, как бы например, мы считаем, что текущий мир он из себя достижим, то есть есть рефлексивность. И кроме того, если вот мы дошли до какого-то мира, а потом еще дошли до какого-то, то в результате мы все равно как бы дошли. То есть есть транзитивность. Значит, наше отношение достижимости это минимум предпорядок. Можно было брать и порядок, но без разницы. И тут и тут будет сильная полнота, тут без разницы предпорядок или порядок. Ну, давайте это поаккуратнее опишем. То есть что такое шкала для интуиционистской логики? Это просто, ну, как сказать, предупорядоченное множество. То есть у нас есть непустое множество, чьи элементы опять называют возможными мирами, и есть предпорядок, то есть рефлексивное транзитивное отношение, которое мы называем отношение недостателем. То есть мы по сути сократили его. Мы теперь не произвольные бинарные отношения рассматриваем, а именно предпорядок. Можно частичный порядок брать. Будет то же самое. Значит, означивание теперь это не просто какая-то функция, а это такая функция из пропозициональных в P от V, что все кси от P являются конусами, то есть они замкнутый вверх. То есть что это значит? Значит, если у вас x принадлежит кси от P и y больше либо равен x, то y снова лежит кси от P. Понятно? Рассматриваем только такие означивания, другие не смотрим. Вот. Ну и теперь модель, или точнее интуиционистская модель, это опять и порядочная пара, где тут у нас шкала имеется в виду интуиционистская и означивание имеется в виду опять интуиционистская. То есть вот такое. Вот. Ну и дальше определяем вот эту штуку индукцией по построению интуиционистской В чем будет смысл? смысл будет в том, что модальности у нас нет. Так что, если мы сделаем, как в прошлый раз, только без модальности, то получится ерунда. Получится классическая ла. Значит, отличие должно быть где? Что нам не нравится? Поведение какой связки было? Плохая связка? Импликация. Значит, должна быть другая семантика от импликации. Как импликацию можно себе вообразить? Какое у нее должно быть поведение, чтобы оно было чуть более адекватным? Вот когда мы говорим, что А влечет Б, то что это значит? Можно это воспринимать так, что в любой возможной ситуации, если А, то Б. То есть для любого меры достижимого из данного, если истина А, то истина Б. То есть это с необходимостью истинная классическая импликация. То есть фактически мы мысленно навесили бокс, только бокса тут нет, и задали такую семантику. Давайте посмотрим, как это выглядит. Для пропозициональной переменной, как обычно, истинность. Для конъюнкции, дизъюнкции, для нуля, для единицы, как раньше. И самое интересное, это вот эта вот вещь. Что значит истина пси влечет тетто? Это значит, что для любого мира достижимого из икса, если в этом мире истина посылка, то в этом мире истина заключается. Понятно? Вот. То есть на самом деле, если бы у вас вы взяли оператор бокс и задали бы на этой шкале, то тогда mx psi стрелка тетто можно было бы определить, как mx бокс psi с точечкой, как бы стрелка тетто. Где стрелка с точечкой, это классическая импликация, а бокс, это вот бокс, связанный с вот этим отношением достижения. Понятно? Ну, у нас таких вещей нет, у нас тут нет ни классической импликации, ни бокса, но вот интуитивно это оно. Вот. Ну и дальше все как обычно. Да, то есть читается все это дело как фи истина в x в модели m. Значит, если во всех икса, то вот так пишем, если во всех моделях над данной шкалой, то пишем, что в шкале. Вот. Опять определяется отношение семантического следования. Значит, тут опять у нас фи. И опять имеет место теорема о сильной полноте. Вот такая вещь. Понятно, что интуиционистская логика, она сильно связана с модальной логикой и может рассматриваться как ее фрагмент в некотором смысле. Почему? Ну, давайте посмотрим. Вот у нас была логика k. Значит, давайте к логике k добавим, но я так не очень формально напишу, парочку аксиом. Значит, одна аксиома – это нам знакомая вот такая штука. То есть мы берем наименьшую логику, которая включает не только k, но и вот эту сейчас на сути аксиом. И вторая штука вот такая. Значит, вот эта вещь, мы уже поняли, она интуитивно соответствует чему? Транзитивности. А чего, как думаете, соответствует вот это? Рефлексивности. Ну, опять же, легко понять, что будет соответствовать рефлексивность. Да, ну вот эта вся бандура, она называется S4. Не спрашивайте, почему. S4 – дурацкое название, просто какое-то историческое табако, это работа Ньюис, там были логики S1, S2, S3, S4 и S3. Никто не помнит, кто такие S1, S2, S3, наверное. Но S4, S5, короче, S4 – это то, что соответствует предпорядкам, S5 – то, что соответствует эквивалентности. Ну, нам сейчас важно S4. Ну, и вот интуитивно вот это S4, раз тут предпорядки, и логика Int, они как-то там хорошо связаны, и Int как бы должна как-то вкладываться в S4 посредством некоторой естественной трансляции. Ну, и можно понять, какая это трансляция. Значит, ее называют трансляцией Маккинси-Гёдалитарского, или Гёдалитарского просто. Ну, наверное, Маккинси имеет к этому какое-то отношение. Вот. И выглядит она примерно так. Значит, мы начинаем транслировать формулы из… ну, я напишу так, как бы формулы, как бы написать… В общем, тут Int подпишу. В формулы, значит, K. И трансляция выглядит следующим образом. Пропозициональные переменные мы отправляем в их боксы. Почему в боксы? Потому что, значит, в интуиционистской логике у нас пропозициональная переменная, ей соответствует конус, то, что замкнутый дверь. А в модальной логике не обязательно. Правильно? Ну, вот мы искусно на нее навешиваем бокс, и он как бы говорит, что ну и вот здесь истина, и во всех как бы достижимых истина. Ну, и вот это дает нужный эффект. То есть, это такой костыль небольшой. Значит, дальше, если у вас была конъюнкция или дизъюнкция, то мы берем соответствующие трансляции, и тут берем опять конъюнкцию или дизъюнкцию. То есть, ничего не меняется. Вот. Чего у нас там? Ну, короче, 0 неинтересно, единица неинтересна. Что там интересно? Интересна, наверное, импликация, да? Фи, стрелка, Пси. Как же это нам оттранслировать? А, ну, очень просто. Берем бокс. Тау от Фи, стрелка, тау от Пси. Здесь вот эта стрелка, это уже классическая. Да, понятно, это уже сокращение. Вот. То есть, просто навесили бокс, ну, а дальше там оттранслировали и сказать, что с необходимостью такая вещь. Значит, и что можно доказать? Можно доказать, что, ну, во-первых, это очень красивая трансляция. Видно, что она такая структурная, через все проносится и вообще всякое замечательное. Вот. Ну, и можно доказать, что для любой формулы Фи, Фи лежит в интуиционистской лодике. Тогда и только тогда, когда ее трансляция лежит в С4. Вот. В этом смысле это такое, как бы, вложение. Оно сводит интуиционистскую лодику к С4. Ну, там много вещей с этим связано. Но в определенном смысле интуиционистская лодика, она оказывается фрагментом конкретной модальной лодики С4. То есть, она как бы там живет с точки зрения семантики и критики, если очень красивая трансляция. Вот. Да, тут небольшой список литературы. Но, опять же, значит, можете взять любой учебник, значит, по неклассическим лодикам. Ну, тут плюс разве что в том, что он на русском. Вот. Но я уж сам не доволен, как он написан. Давно все-таки это было. Значит, из учебников, которые еще можно было бы порекомендовать, ну, вот мне в голову приходит... Ой. Гольдблат. По-моему, это называется «Логики времени» и вычисленности или вычислений. В общем, ну, пусть будет вычисленность. Вот. Вот. Она переведена на русский, но там в основном, по-моему, все-таки про модальные лодики рассказывается. Ну, хорошо рассказывается. Гольдблат очень приятно пишет. Но там акцент все-таки на модальных лодиках. С другой стороны, там кое-что есть про динамические лодики программ. В чем, значит, смысл введения алгебраической семантики? Ну, смотрите. Вот, например, в случае интуициониста Хольд. Вот можно было бы... Как сформулировать вот этот результат, вот эту теорему? Можно было бы сказать так, что инт сильно полна... Относительно класса всех шкал. Ну, имеется в виду интуиционистских шкал. То есть, что это значит? Это значит, что вот здесь я мог бы вместо int написать вот как бы класс K. Вот. И что это значит? Это значит, что я рассматриваю вот тут вот модели над... Именно над вот этими шкалами из K. И в данном случае у меня пока нет никаких ограничений. То есть, я рассматриваю вообще все интуиционистские шкал. Понятно, да? Вот. Но вместо этого K я мог бы взять какой-нибудь подкласс и получить, ну, больше семантических следований. И встал бы вопрос, а значит, а можно ли это соответствующим образом аксиматизировать? Ну, например, давайте все-таки int это не сильно удобно, а вот на K посмотрим. Вот тут у нас K, она сильно полна относительно класса всех шкал. А S4, ну, и с помощью вот модификации этого доказательства можно показать, что она сильно полна относительно чего? У вас всех транзитивных шкалов. Ну, естественно, возникает вопрос, а, ну, зачем здесь останавливаться? Вот есть K, есть S4, можно еще какие-то схемы поддобавлять. Вот. У нас же есть много модальных логик. И вот верно ли, что для любой модальной логики существует некоторый класс шкалов, относительно которого она сильно, ну, или хотя бы слабо полна. То есть слабо полна, это означает, что вот, короче, гамма здесь берете пустым и смотрите, что вот формула лежит в логике тогда и только так, когда она истинно во всех моделях. Ну, и ответ нет. Существует там континуум этих логик, которые этим свойством не обладают, то есть они не полны покритки, как говорят, то есть для них эта семантика не подходит. Вот. В этом смысле нельзя перевести разговор о классе всех модальных логик в семантическую плоскость, то есть перейти полностью к семантике крипти. Для некоторых из логик семантика крипти есть, тогда за ними стоит хорошая интуиция, нужно там что-то про них красиво доказывать, вот, или опровергать. Вот. А для каких-то нет. Вот. Ну, например, чем полезны семантические методы? Вот, скажем, интуиционистская логика у нас есть, да? Вот. Ну, брали мы там закон исключенного третьего. Но вот возникает вопрос, а можно ли в интуиционистской логике его вывести? Ну, интуитивный, наверное, нет. Вот. Но почему так, да? То есть, фи или не фи? Ну, или, точнее, там, п или не п. Ну, ответ простой. На самом деле, для этого даже не нужна теорема о полноте. Нужна всего лишь вот в эту сторону теоремка. Это слабая вещь. Это теорема корректности. И мы говорим, что если п или не п выводимо, то оно будет истинно, что во всех шкалах. Ну, и дальше вы просто находите какую-нибудь простенькую шкалу, в которой, значит, эта штука опровергается. В которой и п неверно, и не п неверно. Что такое не п? Это значит, что в любом мире достижимом из данного неверно, что под отрицанием. Это довольно сильные условия. Это как бы с необходимостью влечет противоречие. Вот. Поэтому в семантику иногда удобно переходить. Но вот семантика крепки не всегда помогает. Чем хороша алгебраическая семантика? Она хороша тем, что, несмотря на свою абстрактность, она позволяет полностью все перевести в термины алгебры. То есть любая модальная логика будет сильно полна относительно подходящего класса алгебра. Вот. Соответственно, любая суперинтуиционистская логика будет сильно полна относительно подходящего класса алгебра. Да, и там будет некоторое взаимнооднозначное соответствие между логиками с одной стороны и, как говорят, многообразиями с другой стороны. Более того, свойства логик будут соответствовать свойствам многообразия. То есть, например, логика обладает каким-то там замечательным дедуктивным интерполяционным свойством, которое проформула, тогда и только тогда, когда соответствующее многообразие обладает каким-то свойством амальгамирующегося, которое чисто про алгебр и про вложение одних алгебр в другие. И таким образом можно полностью перевести, уйти из логики, пойти в алгебру, там воспользоваться какими-то алгеброечными методами, получить какие-то красивые результаты, а потом в конце вернуться в логику и сказать, что таким образом нам доказали чисто алгеброечными средствами. При этом на уровне алгебр зачастую эквивалентные формулы отрождествляются и вообще становятся удобнее работать. То есть все-таки логики – это какие-то переписывающие системы, а алгебра – это как семантика, с семантикой в этом случае поудобнее. Ну вот в следующий раз мы и начнем об этом говорить. В основном мы поговорим о так называемых модальных алгебрах. Это обогащение булевых алгебр. Это будет связано с модальными логиками. Ну и уже где-то в конце, на последней лекции, значит, затронем тему так называемых гейтинговых алгебр. Это, напротив, обобщение, то есть несколько более слабые структуры, чем булевые алгебры. Любая булевая алгебра является гейтинговой, но не наоборот. Они как раз лежат в основе семантики интуиционистской алгебры. На этом на сегодня все. Спасибо за внимание.